В имя Всевышнего Милосердного, братья, сёстры, какова основная угроза, с которой сегодня столкнулся ислам? Американская агрессия на Ближнем Востоке. Окупация Палестиной сионистами. Это всего лишь симптомы великой болезни. Настоящая угроза находится в наших сердцах. Вместо того, чтобы позволить исламу изменить нас, некоторые мусульмане пытаются изменить ислам, чтобы он служил их политическим целям. Они используют ими ислама, чтобы убивать неповинных людей. Пророк, да пребудет с ним мир, никогда бы не смирился с этим. Вспомним Суру, 13, аят 11. Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят свои помыслы. Как мы можем положить конец притеснению мусульман, обращаясь к еще более худшему поведению? Если ухудшаются наши духовные и моральные условия, как мы можем ожидать от Всевышнего улучшения нашей политической и экономической обстановки? Это ошибка самопальных джихадистов, которые... Надеюсь, я не разозлил тебя, брат. Это ошибка самопальных джихадистов, которые убивают неповинных граждан. Как вы можете ожидать от мусульман цивилизованных действий, когда американцы, израильтяне и русские убивают тысячи мирных мусульман и называют это сопутствующими потерями? Священный Коран разрешает принцип око-за око. Если неверный убивает наших граждан, мы имеем право делать то же самое. Аллах позволяет возмездие только в отношении виновной стороны, а не в отношении невиновных. Сура 53, аят 38, гласит «Ни одна несущая душа не несет ноши другой». Священный Коран также говорит «Убивайте их везде, где найдете, и прогоняйте их оттуда, откуда они прогоняли вас, поскольку гонение хуже убийства». Ты забыл первую часть этого аята, брат. Сражайтесь именем Аллаха против тех, кто сражается против вас. Но не совершайте агрессии. Всевышний не любит агрессоров. Многие, кто ищет Бога, вместо этого находят дьявола. Искаженные учения террористов – это орудия сатаны, обманывающего тех, кто ищет верный путь. Если кто-нибудь из вас захочет узнать о подлинном исламе, я буду здесь сегодня после вечерней молитвы. Я приглашаю вас всех прийти и поговорить со мной. Брат, присаживайся, попей со мной чай. Твой помощник сказал, что ты ожидаешь меня. Джамал, ты мне его напоминаешь. Почему? Ты ищешь ответы. Когда ты и он был таким, Аллах часто приводит ко мне таких людей. То, что ты сегодня сказал, для тебя проблема. Да. Это сильно отличается от того, что мне говорили. Есть много ложных учителей, которые вырывают слова из контекста Священного Корана и таким образом искажают слова Священного Пророка. Мир ему. Мир ему. Скажи мне, брат, что есть великий джихад? Сражаться с неверными. Нет. Нет? Святой Пророк сказал, что война против неверных это наименее важный джихад. Великий джихад это сражение в твоей душе, битва со злом внутри себя. А кто же тогда настоящий священный воин? Пророк Скасан-Али сражался с неверными на поле боя. И он побеждал. Но как только он занес руку для удара, неверный плюнул в него. Али отбросил свой меч и отказался его убивать. Почему? Али сказал, что когда тот человек плюнул в него, он рассердился. И он сражался уже не за Аллаха, а ради удовлетворения своего гнева. Он знал, что если он убьет того неверного по злобе, а не из чувства справедливости, в судный день он предстанет перед Аллахом убийцей. Вот это, брат мой, настоящий священный воин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова